Пели и плясали, Христа прославляли и Старый Новый Год встречали. Минувшие выходные в Ульяновске выдали с насыщенными на культурные мероприятия. Сразу на трех побывал наш корреспондент Антон Никитин. Каждый год, начиная с 2006-го, в ДК 1 мая проходят рождественские встречи. Фестиваль, который собирает лучшие творческие коллективы и артистов со всей области. Главная тема номеров отражена в названии. Это не конкурс, это возможность сохранить и возродить самобытное народное творчество. Вот эта программа, она действительно рассчитана, чтобы поддерживать тематику рождественские встречи. В рамках колядок, посиделок программа соответствует. Хотя она разнообразная по характеру, а так она все равно отражает тему рождественские встречи. То есть это и в танцах раскрывается? И в танцах раскрывается, и в вокальном жанре, и ансамбле. То, что песни, действительно, не забывать, что есть такой святой праздник, это Рождество. На сцене артисты представили самые разные жанры – вокальный, танцевальный, цирковой. Причем Рождество прошло уже неделю назад, но святочные дни продолжаются, вплоть до 17 января. И, как гласит русская пословица, гость на святке весь год в достатке. Именно поэтому участники другого фольклорного фестиваля – «Васильев день» – пошли колядовать в один из торговых центров города. По бутикам прошлись сразу 10 коллективов, а это около 100 человек. А у нас некоторые бутики во время того, как проходили уже колядки, они говорят, мы тоже хотим участвовать. Можно к нам, чтобы к нам пришли, потому что там же проходило что? Это честовали эти бутики, желали им добра и самого хорошего. Не было ни одного бутика, который укорили бы, который отказался бы там. Я не буду ничего давать, потому что обычно, когда проходили колядки, людей честовали и просили взамен какие-то угощения. Причем те, у кого угощения не нашлось, бежали за ним в ближайший магазин. Колядование стало одним из конкурсов шестого фестиваля «Васильев день». Выявляли лучших и в жанре вертепных представлений. Учились гадать, танцевать парные и одиночные народные танцы. Девушки владели мастерством создания традиционных причесок. А итоги фестиваля подвели уже на вечерке. Такой прообраз – современные дискотеки или вечеринки для молодежи. В обычной жизни, конечно, женские и мужские дела различались. У них не было просто времени пообщаться между собой. Здесь на вечерках девушки могли показать свою красоту, свою женственность, свою легкость. А парни могли показать свою молодецкую удаль, свою силу. И именно здесь образовывались пары, здесь знакомились, здесь создавались семьи. По традиции исполняли танцы, играли в целовальные игры и знакомились. Хотя гости были и не из соседних домов, а из разных городов – Нижний Новгород, Самара, Казань, Ижевск и почти со всей Ульяновской области. В общем, все в лучших традициях. В это же время на Соборной площади закрывали елку и отмечали Новый год по старому стилю. К слову, сегодня праздничные мероприятия продолжатся. Несмотря даже на такую снежную погоду, площадь с людьми, люди играют, веселятся и радуются. Потому что это Новый год. 14 числа также будут игровые, развлекательные, детские программы. Дискотека будет на Соборной площади с 19 часов до 20 часов. Сама же главная зимняя красавица простоит на площади до 19 января. Горький каток планируется будут работать значительно дольше. Но вопрос, отмечать так называемый Старый Новый год или нет, для большинства был риторическим. Отмечается уже не так ярко, конечно, как 1 числа. Но, я думаю, ничего не противоречит. Поэтому настроение хорошее. Ну, все же, это дань традициям. И, тем не менее, лишний повод собраться с друзьями, своими родственниками. Ну, вообще, Старый Новый год по старому стилю. Это мы встречаем как Первый Новый год. Всем счастья, здоровья, удачи, благополучия и всего самого хорошего. Антон Никитин, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.